всем привет получили лодочный мотор tahatsu 50 двухтактный из города железногорск мотор был отправлен 7 ноября начали мы заниматься им только сейчас сегодня у нас 5 февраля до него дошла очередь него проблема пропала компрессия на втором цилиндре владелец показывал фотографии компрессия на верхнем цилиндре было 9 килограмм на втором 2 на третьем 9 мотор покупался новым 2011 году в семнадцатом году был утоплен владелец слил воду все просушил после этого он его некоторое время эксплуатировал и в 2020 у него случилась такая неприятность мотор на короткой ноге сейчас мы снимаем с него двигатель будем разбирать и дефектовать скорее всего потребуется расточка цилиндров может быть перегильзовка среднего цилиндра посмотрим а вот на редукторе немного срезан киль грибной вал без биения рассыпавшийся средний шатунный подшипник очень сильно повредил гильзу повредились у окна росточки не подлежит только переглизовка это новый коленвал это новая гильза редуктор был полностью разобран наварили и усилили киль по просьбе владельца сейчас мы будем редуктор собирать и красить а а поудаляли все осколки от подшипника чтобы не менять головку блока цилиндров оставим так за кадром мы почистили карбюраторы для чистки они разбираются выкручиваются все жиклеры и винты качества про чистку карбюраторов у нас уже есть отдельное видео после чистки винты качества очень аккуратно закручиваются до упора и выкручиваются на полтора оборота так делаем поочередно с каждым карбюратором мотор мы собрали и теперь нам нужно отрегулировать угол опережения зажигания отсинхронизировать и настроить карбюраторы по рекомендации Тахацу длина верхней тяги для нашего мотора М50Д2 должна быть 98 мм для регулировки длины тяги снимаем ее ослабляем контрагайку закручиваем или откручиваем пластиковый фиксатор удлиняя или укорачивая тягу длина нижней тяги 115 мм однако совсем не принципиально ловить эти сотые доли миллиметра на пластине под маховиком на которую установлены катушки нанесены метки по выступу на блоке мы можем без тробоскопа и без запуска мотора проверить угол опережения зажигания на холостых оборотах должно быть от 0 до 3 градусов в позднюю а на максимуме 20 градусов в раннюю при укорачивании верхней тяги мы устанавливаем зажигание пораньше для максимальных и минимальных оборотов при удлинении тяги зажигание устанавливается позже дроссельные заслонки карбюраторов для нормальной работы двигателя должны открываться одновременно для проверки выставляем минимальный газ чтобы колесико газа не касалось толкателя выкручивается винт количества смеси до минимума чтобы дроссельная заслонка верхнего карбюратора была полностью закрыта отсоединяем эту тягу привода и устанавливаем ее только на верхний карбюратор а затем на другие карбюраторы и видим что при установке верхняя ось дроссельной заслонки начинает двигаться в таком состоянии верхний карбюратор будет давать больше топлива в верхний цилиндр чем другие Снова устанавливаем тягу на все три карбюратора. На двух нижних карбюраторах есть специальные регулировочные винты для дроссельных заслонов, которые нужно открутить. Здесь левая резьба и стрелка на это указывает. Устанавливаем верхний карбюратор на минимум, затягиваем регулировочные винты. Теперь все три заслонки будут всегда в одинаковом положении во всех режимах. Длину вертикальной тяги тоже можно при необходимости отрегулировать. Нужно обратно закрутить регулировочный винт количества смеси. При запуске мотора будем регулировать холостые обороты, сначала подкручивая винт количества смеси, затем регулируя винтами качество. Запускаем мотор на смеси 1 к 25. Нам нужно обкатать второй цилиндр. В первую очередь регулируем карбюраторы. Карбюраторы мы настроили. Теперь будем проверять работу системы автоматической подачи масла. Глушим мотор и заливаем масло в масляный бачок. Перед сборкой топливные и масляные шланги мы продули. Топливные и масляные фильтры почищены. Отсоединяем масляный шланг от клапана подачи масла. Отсоединяем тягу на масляный насос. И фиксируем ее, например, проволокой в таком положении, чтобы совпали эти метки на масляном насосе. Запускаем мотор. Устанавливаем обороты двигателя примерно 1500 на нейтральной передаче. И ждем. Как только начнет идти масло, засекаем 10 минут. И за это время у нас должно слиться примерно 13-16 мл масла. Если масляный насос не выдает рекомендованную производительность, значит его нужно разобрать, отремонтировать или в крайнем случае заменить. Либо совсем отключить систему Автомикс. Об этом у нас есть отдельное видео. Мотор готов. Холостые обороты двигателя на нейтральной передаче должны быть примерно 900. А при включенной передаче с установленным грибным винтом примерно 750 оборотов в минуту. Мотор готов. Тахатсу 50 готов. Итоговая стоимость капитального ремонта 130 тысяч рублей. Старый коленвал от него. Рассыпался шатунный подшипник второго цилиндра. Там его нет. Коленвал отдаем вместе с мотором. А это поршень второго цилиндра. День the энергии. Итоговая стоимость кусок. День д及. Продолжение следует...